Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале Светлана Веда. И у нас с вами рубрика «Светлый гороскоп». Мы с вами поговорим сегодня о предстоящей неделе, которая у нас будет с 8 по 14 августа 2022 года. Это такая, знаете, кульминационная неделя будет или, скажем, такая пиковая точка. То есть пиковые перемены будут именно на этой неделе. Почему? Да потому что именно эта неделя, она находится между двумя затмениями. Вы помните, у нас было затмение весеннее. Вспоминаем, у нас коридор затмений был с 30 апреля, помните, да? И по 16 мая было. У нас с 30 апреля было солнечное затмение в Тельце. И затем оно завершалось 16 мая лунным затмением в Скорпионе. Ровно 88 дней назад до полнолуния. Мы будем рассматривать еще полнолуния. Но про полнолуния я запишу отдельное видео. Вот как раз ровно 88 дней было полнолуния. Вернее, извиняюсь, эти затмения, коридор затмения до полнолуния. И следующий коридор затмений тоже будет через 88 дней. Он у нас будет с 25 октября. Он у нас будет солнечным в Скорпионе теперь уже. Если раньше было солнце у нас в Тельце, то теперь солнце в Скорпионе. И закончится 8 ноября лунным затмением в Тельце. То есть, понимаете, вот это как раз таки неделя, она такая пиковая перемены. Грядут перемены. И вот это вот как раз таки кульминация будет именно на этой неделе. Пиковая точка. Ну и кто, конечно, почувствует в полной мере вот этот вот перемены, переворот. И вообще, кто сильнее всего будет остро ощущать эту неделю и перемены на ней. Конечно, это Тельцы, Скорпионы и Водолеи и Львы. То есть, вот этот вот крест мы с вами рассматриваем. Конечно, еще нужно смотреть важные точки гороскопа. Естественно, в каждом у вас они есть. И я сейчас нахожусь в чудесном месте. Просто это прекрасный Сапсоневский парк. Вы слышите здесь пение птиц и дрозды. И всевозможные птицы, прекрасное место. Я считаю, что птицы, они всегда несут какие-то благие новости нам с вами. Итак, Тельцы, Скорпионы, Львы, Водолеи. У нас самые-самые такие знаки, которые почувствуют, да, вот эти вот перемены. И также важные точки гороскопа. Если у вас находятся в этих знаках зодиака личные планеты, это Марс, Меркурий и Венера. Если у вас находятся в этих знаках зодиака, значит, вы тоже сильнее всего почувствуете. А также, если вы асцендентные или лунные знаки зодиаков, Телец, Скорпион, Лев или Водолей. Если вы умеете пользоваться натальной картой, откройте, посмотрите. Если вы не можете пользоваться, обращайтесь ко мне на личную консультацию, в Айбер, Ватсап, Телеграм. И мы с вами посмотрим, какие события затронут именно вашу жизнь, да, в каких сферах у вас что-то будет проигрываться. Итак, значит, у нас с вами будет ключевой момент на этой неделе, скажем так, взрыв эмоций. Итак, сейчас мы с вами по каждому дню пройдемся, общую картину я обрисую и по каждому дню полностью вам расскажу. Еще у нас и полнолуние будет 12 августа 2022 года, об этом я запишу отдельное видео, это непростое, тоже полнолуние будет, да. Как раз-таки вот вспомните, зарождалась ситуация в феврале, вот когда у нас в феврале было новолуние в Водолее, да, вы все помните, что у нас было в Водолее. Первого, кстати, февраля, это начинался у нас Новый год по китайскому гороскопу, год Тигра, и тогда вот уже начались перемены. Помните, что начались военные действия спустя какое-то время, да, я записывала, кстати, видео про 22-е, 02-е, 2002-е, что такое вот будет момент кризисный, когда все будет меняться, когда мир поделится на до и после, на две половинки, в принципе, все так же по моим предсказаниям и получилось. Сейчас будет кульминационный момент на этой неделе, и потом уже будет развязка по следующим затмениям, да. Итак, помните, да, что такое тот год будущего, год Тигра, у нас начинается год будущего. Как бы там ни было, да, несмотря на какие-то ситуации, в любом случае, когда что-то меняется в нашей жизни, то оно всегда меняется к лучшему. Какие бы события ни происходили, оно в будущем, мы потом будем смотреть, в будущем, конечно же, мы увидим, что все, что меняется, оно идет в лучшую сторону. Хотя, конечно, на этой неделе многие подумают, что что-то потеряли, что-то упустили, где-то что-то не получилось. Но на самом деле, спустя какое-то время, мы с вами поймем, что все к лучшему. Поэтому ничего не бойтесь и легче переходите вот в новое состояние, да. Что у нас еще будет, да, возвращается у нас с вами Сатурн, делает квадрат к Урану. А Сатурн – это все старое, это старые устои, это все твердое. Квадрат – это тяжелая позиция, Уран – это взрыв, это новшество, это обновление, это революция. Квадрат – это тяжелая позиция, но это, скажем так, трудности, которые нам предстоит выполнить, да. Это те трудности, которые мы должны с вами пройти. И вот если есть оппозиция, когда действительно не просто тяжелая, а плохая ситуация, то квадрат – это не плохая ситуация, неплохая, а просто напряженный аспект, когда уже старое отживает, а новое, вот оно уже пришло, оно стоит на пороге и хочет каких-то перемен или свершений. У нас идет оппозиция Солнца с Сатурном, да, это тоже, в общем-то, такая неприятная позиция, когда это не примирение, не примирение Солнца – это власть, это я, как я выгляжу, почему меня не слушают, Сатурн, устарелые какие-то позиции, правила. И когда нам хочется, а тем более у нас сейчас еще Солнце в Альве, когда вот нам хочется выразить себя, нам хочется на сцену, нам хочется выступить, что-то сказать. Так, немножечко поставлю, вот. А Сатурн – это ограничения, да, ну какие могут быть ограничения? Ну, к примеру, нам хочется чего-то вкусного и сладкого, но ограничения нам какой-то, допустим, диетолог поставил какие-то ограничения, как вариант, да. Или, допустим, что еще? Хочется поехать за границу, нам закрыли за границей, допустим, невозможность куда-то выехать. Ну, вот как вариант, то есть вот желание и возможности, здесь такая вот борьба у нас идет. Дальше, что у нас еще? Марс еще делает квадрат к Плутону. Ну, Марс – это наши действия, квадратура – это всегда тяжелый аспект, Плутон – это власть, да, власть, а Марс, который хочет свергнуть власть, ему не нравятся уже старые порядки и хочется чего-то новенького. Вот, здесь еще достраивается квадрат у нас с Луной, да, и все возможные вообще, если посмотреть на натальную карту, то тут всевозможные негармоничные аспекты у нас выстраиваются, да. Об этом я сейчас расскажу по каждому дню. Итак, плюс еще у нас Уран и Марс, и кармический узел, да, соединились. Помните, 2 августа, 1 августа у нас Марс соединился с узлом будущего, то есть сейчас задел на будущее у нас идет, а 2 августа еще присоединился к Урану, это вот как раз-таки перемены, и сейчас мы вот как раз-таки получаем вот эти вот перемены, да. Конечно, что может пострадать? Ну, люди с повышенным давлением и с пониженным, в принципе, тут может скакать давление. Это может быть и гипотоники, и гипертоники, которые почувствуют какие-то перемены. Плюс еще люди с психическими какими-то отклонениями, да. То есть нервная система будет наша страдать, и психика, да. Вот когда мы уже привыкли к вами, как к старым порядкам, сейчас что-то меняется по-новому, и у нас, естественно, идут такие ломки, и нервы на пределе, вот знаете, как вот нервы на пределе, да, будут. Что тут еще? Изменения, да. Ну, конечно же, здесь самое главное не упустить ту реализацию, которую мы можем предложить этой Вселенной, да. То есть когда что-то закрывается где-то, дверцы, надо посмотреть вокруг, где они открылись, и быстренько сориентироваться, и пойти именно в ту дверь, которая у нас открытая. Потому что уран, он не терпит промедлений, нужно быстро ориентироваться. Это такая планета молодых, новшества. И если вы долго будете стоять и думать, куда мне пойти, и печалиться о том, что дверь где-то закрылась, например, вас уволили с работы, да, что-то не получается, и вы печалитесь и думаете, как удержаться на этом месте, например, или, например, какие-то отношения и жившие вы хотите удержать. Поверьте, вы и старое потеряете в любом случае, и новое не придет в вашу жизнь. Поэтому здесь самое главное нужно будет сориентироваться, в какую дверь, в каком направлении двигаться, и быстренько начать что-то делать новое. То есть здесь переобучиться, может быть, да, пересмыслить, переосмыслить жизнь, поменять отношения, поменять работу, поменять вообще видение к этому миру, да. И самое главное вот в эту неделю, да, оставаться трезвым умом и рассудком, чтобы понимать, куда двигаться, да, вот куда нам с вами продвигаться. Итак, возьмите ручки, карандаши, блокнотик, тетрадку, да, кто любит это делать, я знаю, многие записывают, и записываем. Итак, понедельник у нас, смотрите, какая интересная дата, 8-е, 0-8-е, 2022-е, да, такие красивые у нас числа. Итак, 8-е у нас августа, понедельник, у нас Марс делает квадрат к Сатурну, это тяжелый аспект и негармоничный аспект, но это аспект, который можно проработать, то есть это не оппозиция, а квадрат. Квадраты нам нужны, чтобы мы как по ступенькам шли и поднимались вверх. Марс хочет что-то разрушить, хочет продвинуться вперед, а Сатурн – это твердая стена. И вот это разрушение, это взрывы, разрушения, переломные моменты, это вот, знаете, как сверление зубов, да, когда вот сверло, которое как Марс вторгается во что-то твердое, да, это наши зубки твердые, как вариант, или, например, когда разрушают старые здания, вот бьют, бьют, как, да, и разрушают, разрушается что-то, да. Возможные здесь какие-то могут быть ограничения, абсолютные. Ну, вот вам хочется что-то сделать, еще раз говорю, Солнце, да, у нас сейчас такое вот хочется показать себя, поехать, отдохнуть, но вы не можете, какие-то границы вам устанавливаются, да. Тут еще образовывается у нас Тау-квадрат, получается, который составляет Солнце, Сатурн, и еще точка у нас, на которой собираются Марс с Ураном и с узлом будущим, да. Да, это такое, когда мы идем с вами против системы, да, ну, допустим, мы с вами работаем, нам не нравится, допустим, условия труда или выплаты какие-то не нравятся, и мы начинаем вот идти против системы, идти к руководству, жаловаться, да, устраивать забастовки, митинги, ну, вот все не так, не нравится. Может быть, это, кстати, проявится еще как-то на уровне государственном, государственном, кстати, это государственный уровень может быть в любой стране, потому что звезды для нас, для всех, ну, и плюс еще, конечно, между странами, да, сейчас мы тоже будем, сопоставляем страны тоже, да. Старая система, она уже не работает, это вот, как знаете, вот старая техника, которая уже не хочет подстраиваться и работать, но вот на примере, допустим, у вас старый компьютер какой-то, да, и вы покупаете новые гаджеты, телефоны, смартфоны, айфоны, и вы подсоединяете к старому компьютеру, а он не читает, да, ваши гаджеты, он их не видит, он их не понимает, он не может с ними коннектиться, потому что он уже морально устарел. Вот такая вот ситуация у нас происходит, да, то есть старая система вообще не работает, и перелом, происходит перелом нашей жизни, вот, и, конечно, здесь еще понедельник мы будем ощущать какие-то преграды, как я сказала, и давление со стороны старого строя, когда уже не может развиваться старый строй, но еще пытается вот задавить, да, это вот как беззубая собака, которая в свое время жила и всех, в общем-то, на всех лаяла и всех кусала, а сейчас у нее зубы вывалились, она уже стара, она вроде и лает, да, и пугает, но уже укусить особенно и не может, понимаете, да? Теперь посмотрим, что у нас, какие события будут во вторник. Вторник, 9 августа 2022 года, у нас Венера, красавица Венера, становится в оппозиции к Плутону. Венера, вот оппозиция, это тяжелый аспект, действительно, это не просто тяжелый аспект, это напряженный аспект, да, если тяжелый аспект мы можем прорабатывать, здесь проработать ничего мы не сможем. Венера, это деньги, красота и любовь, и она становится, еще раз говорю, в оппозиции Плутон. Плутон, это власть и давление у нас с вами, да, здесь могут быть, знаете, какие-то претензии финансовые финансовые к партнеру, к партнерше, что вот ты мало зарабатываешь, ты не приносишь столько денег, сколько там нужно или сколько обещал, да, ты не можешь меня обеспечить, вот здесь какие-то могут быть претензии друг к другу пойти, да. Дальше, это еще может быть недовольство, недовольство своими доходами. Например, вы работаете, как я сказала, но вам выплачивают мало, и вот вы недовольны своим руководством, почему я столько работаю и так мало, допустим, получаю, да, вот какое-то такое еще недовольство может быть, или недовольство тем местом, вот, да, вот, где вы находитесь, вот почему меня недооценивают, да, вот я тружусь, я хороший мастер или хорошая мастерица, но вот все как-то не складывается и не финансируется моя работа, да. Может идти и так. Дальше у нас еще как раз-таки из этих планет выстраивается такая трапеция, да, трапеция, то есть такое основание, основательная фигура, и внутри, внутри вот этой вот трапеции у нас два Тау-квадрата, получается два Тау-квадрата, да, то есть это вообще негармоничный аспект считается. У нас Марц и Уран делает квадрат к Солнышку, да, и квадрат к Сатурну. Сатурн – это вот все старое, устарелые понятия, устарелые какие-то у нас, все старое, отжившее, которое уже не может работать, но оно еще существует и каким-то образом еще хочет вот давлить на нас, да, а Солнце мы хотим светить, да почему же мы должны вот подчиняться тому вот старому, да, мы Солнце, мы хотим светить, вот этот диссонанс. И Марс – это такой прорыв, это бунт, это восстание еще с Ураном вместе, это какая-то взрывоопасная такая вот обстановка, да. Ну, здесь у нас еще есть хорошие гармоничные аспекты, у нас такой бисекстиль, это такой треугольничек бисекстиль, у нас один из бисекстилей – это Марс, Венера и Нептун, прекрасный гармоничный аспект, и еще Марс, Плутон и Нептун. Ну, Нептун – это все творческое, да, вот если люди творческие, очень хорошо для них, это как раз-таки, кто занимается рисованием, музыкой, пишет стихи, кстати, астрологи, тарологи, будут чувствовать себя хорошо. Вот это какое-то развитие, прорыв, возможно, да, во вторник показать себя, проявить себя замечательно, потому что Сатурн – это больше такие ограничения, а творческая натура, да, вот оно выходит за рамки. Почему? Вот посади 10 художников, да, один и тот же натюрморт, все нарисуют по-разному, потому что скажут, я художник, я так вижу, понимаете? А Сатурн – это вот прям четкие какие-то ограничения, и вот здесь такой диссонанс у нас пойдет, да, но творческие натуры почувствуют прекрасные ощущения, потому что два бисекстиля прекрасные у нас будет, как раз-таки и один, и второй бисекстиль у нас на одной вершине стоит Нептун, да. И нужно, еще раз повторюсь, вот как раз во вторник нужно своевременно, вы знаете, адаптироваться, найти вот ту дверь свою, которую, ну, выйти, которую можно воспользоваться и кому-то выйти, да, из какой-то ситуации, кому-то, наоборот, войти в эту дверь нужно, да. Изменения, вы можете почувствовать изменения в вашем теле, кстати, да, но потом, потом вы можете почувствовать, что сначала какой-то будет дисбаланс, да, вот изменения в своем теле, неприятные ощущения, да, но потом это будет к лучшему, да, вот гармонии. Но сначала вот ждет ломка старого. Я вот сразу на примере своем, я сразу, когда вот я вам объясняю, я думаю, что у меня происходит, да, вот сейчас я занимаюсь своими зубами, да, делаю такую красивую голливудскую улыбку, это как раз-таки вот вторжение в старое, да, ненужное, и жившее, и впоследствии, да, сейчас какой-то у меня вот дисгармония, еще что-то я испытываю, но впоследствии я это, в принципе, понимаю, что позже это, оно, конечно же, сработает в лучшую сторону, то есть потом уже я увижу результат, да, ну, как я думаю, и вы тоже, дорогие мои друзья. Почему я такую аналогию провожу, чтобы вы, ну, приблизительно понимали, что сейчас в вашей жизни происходит. Может, вы ломаете старый дом, и это тяжело, это сложно, но сейчас вы знаете, что, допустим, это будет в другую сторону, в лучшую, или, допустим, вы делаете какие-то упражнения или еще что-то, да, выпрямляете свою осанку, кости, потому что Сатурн – это кости, это зубы, это все, что твердое, да, но вы знаете впоследствии, сейчас у вас дискомфорт, а потом вы будете чувствовать себя превосходно, да. Итак, в будущем изменения будут замечательные. Дальше давайте посмотрим, что у нас в среду. Среда – это у нас 10-е, 10 августа 22-го года. Солнышко делает квадрат, квадрат – это тяжелый аспект, к узлам, да, к узлам будущему и прошлому, да, вот. И как раз-таки у нас среда, и мало того, что среда – это середина недели, и вот среда как раз-таки это такая серединная у нас точка между сезонными затмениями, как я сказала, да. Вот, тот самый момент, когда нужно будет обязательно принять какое-то решение. И причем принять мы с вами должны будем обязательно, и в стороне остаться не получится. Как и по прошлой неделе я вам говорила, что все, кто захочет отсидеться, да, не получится отсидеться. Каждый должен будет принять какое-то решение. Вот это вот, оно не обойдет никого абсолютно. Это затронет всех, потому что уран – это такое, как, знаете, электричество, это воздух, когда все проникает во все сферы, и оно никого и ничего не оставляет. Дальше. Значит, что у нас еще? Луна у нас в Козероге, да, получается, в среду. Ей там вообще некомфортно. Вообще, потому что Луна – это управитель у нас рака. Рак – это эмоции, это такая домашняя обстановка, уют и все остальное. А здесь, представляете, Сатурн, ограничение, и бедная Луна, конечно, чувствует себя вообще некомфортно, когда в душе хочется вот теплоты, какой-то ласки, да. А тут Сатурн, управитель, я извиняюсь, Козерога, у которого управитель Сатурн, он ее просто сжимает, он ее ограничивает и не дает душе нашей развернуться, да. Но в любом случае Луна делает без текстиля, а это хорошая фигура, к Марсу и к Нептуну. Нептун – это творчество, гармония, да, наша. Но также это могут быть иллюзии, кстати. Поэтому в эти дни, на этой неделе я бы все-таки не рекомендовала пить алкоголь, потому что можно уйти в какие-то иллюзии, понимаете. И вот чтобы этого не было, чтобы не уходить в иллюзии, вы должны ясно и четко представлять картину, и поэтому вот творить, мечтать, да, дать свободу мысли на этой неделе, как и в среду, в общем-то. Дальше. Луна у нас в Сатурне еще соединяется с Плутоном. Плутон – это ответственность, это власть, да, такая. И здесь вы должны, знаете, получается, вы берете ответственность не только за себя, но и ответственность за окружающих. Может быть, ответственность за ваших детей, ответственность за ваших родственников, родителей, ответственность за группы лиц, да, вот за кого-то. И, кстати, вот на этой неделе, конечно, лучше быть в коллективе. Как говорится, один поле не воин, лучше, эра водолея, всегда быть в коллективе. Итак, четверг, 11 августа 2022 года, у нас солнышко делает квадрат к урану. Квадрат – это тяжелый аспект, а уран – это как раз-таки все новое, обновление, это молодость, это взрывы, это митинги, восстания, какие-то претензии, да. Вот здесь таким, может быть, день руганий, скандала, такой ссоры, скандалы. Почему? Потому что у нас уран, да, уран у нас высшая октава Меркурия, да, Меркурий у нас отвечает именно за разговорную речь, за общение, за средства передвижения. И так, как делает квадраты, ну, вот представьте, мы с вами говорим, еще бывает, когда вот такой аспект при рождении в натальной карте, бывает что-то с речью, кстати, вот кто-то заикается, или, допустим, не выговаривает какие-то буквы, там, шепеляет, сюсюкает, но вот бывают какие-то дефекты редче, да, вот как раз-таки, если с Меркурием какой-то, поломанный Меркурий или уран, допустим, вот такое может быть. И здесь, конечно, непонимание, вы хотите что-то сказать, у вас получается совсем другое, вас понимают, штыки воспринимают, и вот здесь, знаете, как будто бы вот оно само произвольно получается. Ругань, скандал, вот четверг, поэтому вот старайтесь как-то избегать этих всех выяснений отношений, да, уран такая высшая октава, как я и говорила, отвечает за речь, и повышенная, вот речь на повышенных тонах, повышенные. Поэтому вот я вам рекомендую уехать куда-то за город, за дачу, где тихо, спокойно, потому что в среду, в четверг, извиняюсь, вас будут раздражать сильные, громкие какие-то звуки. Машины, самолеты, кто-то там сверлит сверлом, сосед раздражает, кто-то там стучит молоточком, дети бегают, прыгают, пищат. Вот эти все звуки, они будут раздражать, поэтому лучше всего абстрагироваться, да, или беруши в уши, или куда-то на природу, где поменьше шумов, и вот в медитацию. Да, и вот здесь как раз идут и изменения, какие-то они, вот какие-то громогласные, что-то связано с какими-то звуками, да, с какими-то вот переломным моментом. У нас солнышко во льве, да, как я и говорила, хочется вот жить по-королевски, по-царски, да, лев-царь-зверей, отдохнуть, радоваться, на сцену хочется. А тут вот эти ограничения и вот этот дискомфорт, да, вот, и нужно какие-то решать дела. Ну, лев-царь-зверей, им хочется просто отдохнуть, просто насладиться жизнью, это на сцену, как я говорю, актерство, да, и вот, ну, а нужно брать плуг там и пахать, допустим, или еще делать, выполнять какую-то работу, понимаете. Вот, и здесь, конечно, нужна тишина, как я говорила, нужно куда-то абстрагироваться, либо абстрагироваться, если вы умеете медитировать, либо поехать куда-то на природу, да, перезагрузка, вообще, вот этот день, он такой, знаете, нужно, как перезагрузка себя и саморазвитие. Итак, у нас Венера в узле, вернее, Венера у нас находится во льве, да, ну, ей там, в принципе, прекрасно. Венера отвечает за любовь, деньги и за красоту, а лев-царь-зверей, свобода, независимость, артистизм, сцена, да, значимость какая-то, да, вот очень хорошо было бы и хочется как раз-таки в отпуск собраться. Знаете, ну, вот, кто собирается, можно открыть чемодан там, примерять какие-то свои вещи летние, собирается, представлять, медитировать об отпуске, вот это прям прекрасно и замечательно, да, вот здесь вот, кстати, еще, если вы поедете даже просто отдохнуть на природу, а кто поедет путешествовать тоже, знаете, какие-то будут незабываемые яркие впечатления, это факт, вот что-то вам запомнится, что-то это вот будет такое фееричное, да, как салюты, фейерверки, празднично, красиво, да. Это могут быть какие-то незабываемые моменты в отношениях, которые надолго у вас запомнятся. Берите все фотоаппаратики, берите видеокамеры, снимайте вот различные ситуации, потом вы будете это все пересматривать и приятно, у вас будут приятные какие-то воспоминания, да. И вот еще этот день, конечно, он символизирует щедрость в деньгах, потому что Венера – это деньги наши, да, лев – это такая царская щедрость, поэтому здесь может быть, да, и, как говорится, незабываемые ощущения, непередаваемые ощущения. Дальше, пятница, двенадцатая, у нас будет с вами полнолуние. Об этом я запишу отдельное видео более подробно. В 20-м градусе Водолея – это полнолуние, будет в 4 часа 35 минут по московскому времени. Дальше вы уже, конечно, подстраиваете под себя ситуацию, да. И здесь, значит, мы смотрим результат, который был в феврале, да. Как я говорю, вспомните, что было 1 февраля 22-го года, это у нас была новолуния Водолея, и как раз-таки это был Новый год китайский, год тигра. И все вы, наверное, помните, какие у нас последовали события, да. У нас с 23-го на 24-е как раз-таки начались военные действия, да. И вот сейчас оно идет кульминация, кульминация по этому полнолунию, то есть идет как итог, мы смотрим итог, к чему мы пришли, да, и нужна была эта военная операция, и к чему вообще приходим мы с вами, приходят страны, да. То есть вот подытоживаем, нужно ли было бы как-то по-другому, или нужно было именно так, или, может быть, нужно было кому-то что-то сделать по-другому, или... Ну вот здесь такой, знаете, по полнолунию подытоживать мы будем итог Водолея. И, знаете, Луна соединяется у нас с Сатурном, да. Ей там... Луне, конечно, вообще не комфортно, с Сатурном абсолютно. Еще раз говорю. Так, я вот немножечко, наверное, вот так сделаю, да. Смотрите, ей, конечно, не комфортно с Сатурном, потому что Сатурн он все равно ограничивает. А Луне хочется вот-вот душевных каких-то, таких вот, знаете, душевного полета, я бы сказала. А Сатурн не дает это сделать. И у нас, смотрите, что солнце во Льве, да, это вот праздник, хочется праздника, яркости, да, продолжается вот эта вся тема, да. А на душе тяжело, потому что Луна с Сатурном, Луна – это наша душа, Сатурн – это как камень, да. Это вот как будто бы камень на душе получается. И здесь, знаете, как может быть. Вообще, Лев, да, это проявление таких щедрости, это проявление таких царских поступков, проявление какой-то вот артистизм, яркости, гармонии. Но есть и низшие проявления Львов, да, когда вот их не замечают, когда им не говорят комплименты, они начинают тогда как-то унижать, обижать других, чтобы вот возвыситься. Вот на ущемленных каких-то, на ущемленном сознании других людей, возвыситься в чем-то, да. Это уже низшее проявление, но такое может быть. Это не именно касается конкретно, да, Львов, да, или кого-то, а всех нас это коснется абсолютно. Да, либо вот чтобы себя сделать счастливыми, чтобы себя почувствовать счастливо, будет такое уничижение других, да. И здесь станет вопрос, либо жить для себя, либо как бы жить для других, да. Вот подстраиваться под других, либо жить для себя. Как вы выберете, да. Но, знаете, вот солнце в Альве, конечно, нужно сделать праздник в первую очередь себе. Конечно, здорово жить для других. Но когда вы живете для других, забывая про себя, да, то другие, эти другие, для кого вы живете, они на вас смотрят, ну, как бы особенно на вас они не будут замечать. И не замечать, и не будут. Вот если вы все-таки немножечко эго включите, да, вот как по Льву, вы немного включаете эго, эгоизм, здоровый эгоизм, и живете для себя, да. То есть, что-то делаете для себя приятное. Отдыхаете, выспаться, да, привести себя в порядок. По Льву это, кстати, еще сделать что-то красивое для себя, купить что-то красивое, да, порадовать себя и побаловать. Тогда и другие люди, окружающие люди, будут на вас смотреть уже другими глазами, да. То есть, вот вы красивые, вы успешные, вы самодостаточные люди, тогда к вам потянуто. Немножко повернула камеру, прям солнышко уже в глаза, пока я с вами тут разговариваю. Вот, говорю, солнце во Льве, оно прям освещает все здесь, да. Мне заиграло, и я как раз-таки для себя. Вот сейчас я говорю, да, и вот сейчас получаются мои действия, как раз то, о чем я говорю. Всегда нужны подсказки высших сил, да, смотрите. Смотрите, смотрите, я рассказываю для вас, да, я живу для вас, я стараюсь для вас, но в то же время я и не забываю про себя. И в первую очередь я сделала так, как мне сейчас удобно, я поставила камеру, чтобы солнце мне не светило в глаза, а следовательно, я сделала для вас, дорогие мои друзья. То есть, я установила камеру, как мне удобно говорить, да, и тем самым вы теперь будете спокойно слушать меня, я буду доносить информацию, ну, и видеть меня хотя бы не бликующую на камере. То есть, поймаете, да, смысл вот этого всего. То есть, вы живете для других, но сначала вы должны сделать счастливым себя, только потом вы можете сделать счастливым другого человека. Даже вот когда мы летим в самолете, да, всегда стюардессы говорят, что сначала, если там случай герметизации, вы должны одеть маску на себя, а потом только одевать уже на ребенка, потому что невозможно сначала одеть на ребенка, он будет дергаться, вы будете задыхаться, и вы никому ничего хорошего не сделаете. Так что в первую очередь спасают себя, а потом уже рядом сидящего человека, да, даже если это ваш ребенок, чтобы вы уловили смысл того, что я вам говорю. Это вот на полнолуние. Но за полнолуние я все-таки запишу отдельное видео. Итак, у нас суббота, суббота 13 августа 22 года, луна у нас уже переходит в рыбы, и ей здесь хорошо. Луна в рыбах, но делает она оппозицию к Плутону, да, к Плутону, ой, извините, ребята, к Меркурию, то есть к Меркурию. Меркурий у нас отвечает за нашу речь, за переговоры, за передвижение, да, и такая оппозиция 13 числа. Информация, вы можете получить такую информацию, да, Меркурий напротив стоит, которая вас заставит страдать или плакать, или переживать, потому что рыба – это чувственный знак, чуть что слезы, чуть что что-то не так, вот это такие чуткие люди, которые, ну, легко обидеть, очень легко обидеть. И вот Меркурии, вот что-то какие-то такие, переживания и слезы. Также Меркурии – это как раз-таки средство передвижения, это когда вы едете куда-то, может быть, поездка вам не будет доставлять удовольствие, поэтому, кстати, будьте очень аккуратны за рулем, если вы куда-то едете, или еще какие-то средства передвижения, будьте крайне аккуратны. Дальше, воскресенье 14-го у нас, августа 22-го года, у нас Солнце в оппозиции с Сатурном, идет с Козерогом, ребята, смотрю на Козерога, вот всегда Козерог у меня Сатурн, я даже вот порой, когда вам говорю, говорю про Сатурн, говорю, подразумеваю Козерога, и наоборот, вот у меня прям это ассоциация, потому что это управитель Козерога у нас, и так у нас Солнце идет в оппозиции к Козерогу, да, Козерог управитель Сатурн у нас, и, конечно, это старая, которая хочет нас задавить, поставить нам какие-то рамки, ограничения, это может быть руководство на работе, которое заставляет выполнить какую-то работу, а нам хочется просто уже отдохнуть, хочется праздника, хочется отпусков, да, и здесь вот такая какая-то идет борьба системы, борьба системы, может быть, знаете, блокировка каких-то своих проявлений, например, вот вы хотите что-то сделать, но хочется вам, да, но не можете, и вы сами себя искусственно блокируете, да, опять-таки тут происходит борьба со старыми законами, вот что-то прям вот не нравится, и вы высказываете, это может быть как в отношениях, это может быть так с работы, это если мы рассматриваем между странами, да, солнце во льве, да, это вот эго, эго, эгоизм, но я всегда говорю, нужно проявлять здоровый эгоизм, делайте сначала для себя, как вам комфортно, и тогда вы сможете на своем примере людям показать, как вам хорошо, потому что если вы будете пригибаться, да, и подстраиваться под кого-то, вы ни себе не сделаете добро, и другим вы не сделаете добро, понимаете, нужно сначала всегда начинать с себя, как вам хорошо, вот делайте так, как вам хорошо, но если это не переходит до границ дозволенного, какого-то нашего всеобщего мировоззрения, да, не убей, не укради, там, и все остальное, делать так себе хорошо, как ты бы посчитал, вот, как бы ты хотел, да, чтобы к тебе поступили, так и относись к людям, да, таким вот образом, но эго надо всегда все-таки прислушиваться, и здесь, конечно, невозможность договориться с начальством, абсолютно, Луна у нас соединяется с Нептуном, и это прекрасно, Луна это у нас душа, а Нептун это творческие деятели, это художники, музыканты, кстати, это и астрологи, и торологи, это люди высокого полета, да, люди безграничные, люди без рамок, которые делают так, как хотят, живут, как хотят, делают, что хотят, едят, когда хотят, и что хотят, и, ну, то есть, нет режима, нет графика, понимаете, вот, хочется ночью посмотреть сериал, смотрите, хочется днем поспать, спите, да, вот, то есть, это, мы смотрим с вами, сейчас, смотрю, машина, вот, вот здесь машина, у меня сзади меня дорога, они увидели, что я веду съемки, и решили объехать другой дорогой, представляете, как здорово, я говорю, вот я живу, как хочу, вот я ночью, в два часа ночи захотела, встала и поела, а вот целый день я могу не есть, и не хочу, да, у меня есть, как я смеюсь, мужу говорю, у меня есть пару лишних килограмм, он хохочет, ну, ничего, а мне все равно, мне комфортно в моем теле, и я люблю себя такую, какая я есть, вот и все, понимаете, когда вы начинаете себе вот эти комплексы навешивать, если вы там, то не так себя ограничивать, а зачем тогда жить, завтра все может закончиться, а вы будете сегодня себе эту конфету не позволите съесть, да, или там по режиму вставать надо, или куда-то бежать, но, ребят, смешно, да, живем, надо жить так, как вам комфортно, я считаю это так, и вот как раз таки вот об этом сейчас и речь, солнце в Ольбе, живу как хочу, делаю то, что я хочу, когда хочу сплю, когда хочу ем, то есть вот так, да, то есть воскресенье вообще, ну, невозможно будет, так говорится, с начальством абсолютно, тем более воскресный день, захочется счастья, радости, возможно, придется выходить на работу, доделывать какую-то работу, и вот так, ну, и еще раз говорю, что вот при любых аспектах, связанных с Нептуном, категорически нельзя пить алкоголь, вот исключить алкоголь, потому что вас просто может это затянуть какую-то в рутину иллюзии, а вам же нужно тресво смотреть на ситуацию, да, а то вы выпьете, да, потом скажете, делаю, что хочу, творю, что хочу, да, купаюсь в фонтане, или еще, вот недавно был праздник ВДВ, я извиняюсь, что я немножко отвлекаюсь, ухожу от темы, да, мы с мужем ходили гулять, я говорю, пойдем на фонтан, он говорит, фонтаны сейчас заняты, там ВДВ, ну, знаете, смех смехом, да, в каждой шутке есть доля шутки, опять-таки, жить для себя, нужно как-то думать, да, чтобы никому не было от этого плохо, это самое главное, и так, значит, про воскресенье я вам рассказала, рассказала, да, и еще воскресенье, конечно, такая, знаете, будет легко воспламеняющаяся ситуация, это вот знаете, как бензин разлили, да, черкнул спичкой, и все, все взлетело, все взорвалось, вот на ровном месте, точно так это в отношениях будет, вот вы следите за каждым словом, одно слово, оно может допустить какую-то вот вот чирк, спичка, все, вы разругались, разошлись, навеки вечные, и все, и больше вы уже не сможете быть вместе, потому что узел будущего, оно закрепит это, понимаете, или, допустим, там с руководством поругались, все, потом вас уволят, или вы уволились, как вариант, да, между странами тоже будет происходить сейчас что-то, да, вот такие критические дни, ну, следующий уже с понедельника, с 15-го мы уже, посмотрим дальше, там уже будут немножко уже другие события, но такая вот интересная неделя, запишу я отдельно про полнолуние, поэтому следите за моим каналом, оставляйтесь со мной, не забывайте пальчик вверху, слово благодарю, ребятушки, и, конечно, кто хочет записаться на личную консультацию, в Абер, ватсап, телеграм, в описании к этому видео, рассчитаем вашу натальную карту, посмотрим, что будет в ближайшее время, или же в течение следующего года, всех вас люблю, дорогие мои друзья, всем мира, добра, счастья, понимания, денег побольше, всем пока-пока,